Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Геем, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Mazzin Replay 1 сервер. Мы не Кирилл Путбулови, и сегодня у нас новая серийка. В принципе, вы там, думаю, ждали её, потому что серии по Mazzin не выходили 3 дня, или 4 даже. Я сейчас расскажу, почему так было, пару новостей расскажу, и так далее. Итак, я не играл на серваке, короче, 4 дня, или 3, и не заходил вообще, просто вообще даже не заходил. Сейчас я еду в банках в блокидом, но это не важно. Почему не было серий? Давайте я расскажу, во-первых, почему я не в ОПГ. Не в ОПГ я по простой причине, потому что лидер ушёл по собственному желанию. У него было, по-моему, 2 из 3, и он решил уйти по собственному желанию, в принципе, и ушёл. Это было, не помню, когда это было, но я об этом даже не знал, я узнал только через день где-то. Но на тот момент я ливнул, в отпуск как бы пошёл, но я даже не знал, что он пассажир ушёл. Поэтому я аж охренел немножко, немножко охренел. Теперь я не в ОПГ, не знаю, куда пойду, в принципе, без понятия. Почему серии выходят редко? Я видел, вы там бомбили под серией по родине, по родине РП, что типа, давай мазинг, родина скучно, дизлайки ставили. Я вас как бы услышал, я хотел записать видео, в основном, как бы руки не доходили. Почему не выходят вообще серии в основном? Да, потому что, ну, чуваки, ну уже нечего особо снимать, потому что, ну, в обновы не выходят. И, блин, у меня есть, да, идеи, не спорю, но... Блин, то, что я иногда придумываю, вы даже не смотрите особо, понимаете? Я не знаю, что вы хотите. Казино я не могу снимать, потому что денег у меня тоже, как бы, немного. Да и, блин, не хочу в казино ходить, мне хватило уже. Я реально не знаю, что такое снимать, понимаете? Чтобы вы реально все смотрели, чтобы вам нравилось. Можете написать в комментариях, в принципе. Ну, а те, кто... Ну, другие зрители, вы там ставьте лайки под комментами, под комментами, короче. Идеи других. И, может, я буду снимать. Можете писать свои идеи, в принципе, да. И я это буду снимать. Я начал играть на родине. И играю там очень часто сейчас. И снимаю, как бы, я думаю, вы видели по сериям. Потому что сериак мне, ну, реально очень понравился. И для меня это что-то новое. Потому что, блин, мне мазинг немножко уже надоело. Ну, нечего особо здесь делать. Ну, серьезно, ну, ну, нечего. Тупо на машине кататься, ну... И это снимать, я думаю, будет бредом. Ну, реально нечего. Походу, на ВЧ уже надоели, я думаю, вам и мне. В какую-то фракцию пойти. Не знаю, в какую. В ОПГ уже был. Идти обратно в ОПГ. В мафию, не знаю. Тоже. Потом в госфракции тоже ЕХЗ. Надо за дом оплатить. Видите, три дня не заходил. Да, три дня я не заходил. Так, оплатить. Все, баланс бизнеса. Бизнес все живой даже, ни хера себе. Финка у бизнеса, ну, такая себе. Потому что я ним вообще не занимаюсь, как бы. 604 товаров. Товаров пока хватает. Так, что он там пишет? Передай привет. Серега решала. Привет тебе. Давайте напишем передал. Передал. Также, кто не знает, я купил себе сервер. И, ну, как бы ним занимаюсь, но... Всем занимаются другие люди, как бы там Андрей, Макс и Дима. Они всем занимаются. Я просто говорю, что делать. Смотрю, что они делают. Проверяю там и так далее. Команду, короче. Ну, и стримы, думаю, вы тоже видели. Конечно, ну, результат не очень хороший. Онлайн маленький. Но я этого ожидал, как бы. Это ожидаемо. Ну, не знаю. Буду закрывать его, нет. Посмотрим. Либо дам пацанам, пусть уже делают. Ну, блин. Мы думаем без бонуса его сделать. Потому что там бонус 5 миллионов. Блин. И, как бы, все уже все дома выкупили бизнес. И это неинтересно. Потому что, ну, серьезно. Я поставил бонус только из-за того, чтобы вы не задротили много. Чтобы вы сразу зашли, могли себе купить машину там. Или домик какой-то. И то бизнесы были там по 25 миллионов, по 30. Ну, не важно. На шахте вообще можно за 15 минут заработать миллион спокойно. Как бы, я думаю, бонус убрать. И, возможно, заработную плату на шахтах оставить. Ну, я еще не знаю. На родине я серьезно играю очень часто. Как бы, зависаю там в основном. Да, почти постоянно. Как бы, вы видите, я селик там много снимаю. Мне нравится сервер. Есть, что посмотреть. Есть, что поснимать, как бы. Идеи хватает. И есть интересное, что поснимать. Понимаете, там... Ну, много чего нового. Это, типа, мод с Амперп или Аризоны. Я не помню точно, короче. Какой перенесли в КРМП. И, реально, мне эти системки очень нравятся. Такие прикольненькие. Кто желает, чуваки, я никого не заставляю идти за мной. Но, кто желает, можете тоже начать там играть. И не забывайте вводить там мой ник. Также, кто не в курсе, я купил себе новую клавиатуру. Сейчас вы увидите скриншотик, в принципе. Никак руки не доходят снять. Эта клава у меня уже, по-моему, второй день. Да, второй день эта клава у меня. В принципе, прикольная клавиатура. Купил я ее за 2600 рублей. В принципе, моя клавиатура тоже та была неплохая. Правда, она стоила чем-то гривен, короче, в рублях. Не знаю, сколько это. Но, блин, как бы я решил купить такую клаву. Вообще, собирался покупать за 4000, но, блин, как-то я считаю, за клаву отдавать 4000, это жестко. Поэтому, ждите видосик, в принципе. Пишите, снимать мне видосик про новую клавиатуру или нет. Но, блин, я на ней попользовался. Реально, блядь. Сравнить ту клаву и новую, блядь. Ощущение просто, ну, блин, разница большая, серьезно. И это клава механическая, но не полностью. Ну, подробно расскажу я в видосе, если вы, конечно, захотите. Ставьте лайкосики. И допишите, хотите ли, чтобы я вообще, ну, частенько снимал Майзинг. Вы любите, я знаю, Майзинг, я уже увидел что-то, блин. Я не снимал, ну, не вылаживал видосики три дня, по-моему, да. И вы там под Родиной видосиком начали бомбить. Дизлайки ставить, ну, я сразу понял, что нужно вам взять видосик, как бы. Не знаю, будут идеи, я буду снимать, пацаны, без проблем. Я не собираюсь уходить со Майзинга, как бы. Но просто Родина тоже хороший проект, серьезно. Ну, хороший проект, на котором я бы хотел играть и снимать для вас. Снимать для вас, играть, в принципе, для себя. Как бы делать стримы и так далее. А Майзинг будет, можете не переживать. Просто, видите, я был занят, клаву новую покупал. Потом сербаком занимался, на Родине играл, короче. И так далее, еще куча своих личных дел. Ну, короче, вы понимаете. Буду стараться снимать серийки, если будут идеи. Не знаю, может, пойду в какую-то фракцию, может быть, нет. Я вообще, ну, серьезно, блин, не заходил на Майзинг, только заходил на свой сербак играть и стримить, и снимать. Не знаю, сниму, может, видосик тоже по своему сербаку. Не знаю, надо что-то прикольненькое придумать. Как бы, а на Родине я частенько играю, да. Я там уже, ну, вы узнаете в сериях, в принципе, что я там уже. Но, реально, сербак прикольный. И, если я буду встречать, в принципе, смотри, какая-то там тема. Вы регистрируете под моим ником. Там пишите мой ник, Кирилл Путбулови. Там можете видосик посмотреть. Потом, когда вы достигаете третьего уровня, за то, что вы ввели, что я вас пригласил, мне дадут 250 тысяч. Чем больше вам будет, чем больше я смогу вам помогать тоже в развитии, понимаете? Как бы, я думаю, во вневлом, там, блин, 10 секунд потратить, ввести мой ник и все. Как бы, там квесты есть и так далее. Сейчас, наверное, подумайте, что я пиарю, блядь, Родину, конечно. Не спорю, Майзинг тоже хороший сербак. Но пока не вышла Глобалка, я думаю, стоит поиграть на другом поэкте. Хотя бы чуть-чуть. И, как бы, не бомбитесь из-за того, что я там снимаю Родину, как бы. Ну, я вас не заставляю смотреть серийки. Но там, даже если на то пошло, там есть что посмотреть. Там совсем другие системы. Я знаю, Амазин хороший серб, понимаете? Он для меня всегда будет первым сербаком, ну, основным, как бы, и так далее. Но, блин. Минуточку внимания. Хочу поставить вам свой бизнес. Мой бизнес – это столовая в ПГТ Батырево. Найти его можно через GPS, шестой раздел и девятый бизнес. На карте у вас он будет отображен вот таким вот значком. Это центральная столовая Батырево Юность. Здесь вы можете хорошо перекусить. В меню есть куриный суп, макароны с котлетами и стакан компота. Цены вполне себе нормальные. Вход, конечно же, бесплатный. Буду ждать всех. Приходите в мою столовую и кушайте. Так что, безумно, приходите в мою столовую и не пожалеете. Если вы думаете, что, типа, вот я снимаю родину, там, и так далее, то, блин, я не уйду с Амазинга, если вы могли это подумать, конечно, но, думаю, вряд ли. Как бы, я не ушел даже после того, как мой аккаунт снова деактивировали. От меня так просто Амазин не избавится, пацаны, видосики я буду снимать. Просто, серьезно, пока что нету глобалки, ну, серьезно, ну, нечего снимать, ну, блин. А снимать какую-то дичь, ну, блин, сами понимаете, не очень хочется. Тем более, кормить вас какой-то дичью. Какую-то хрень снимать, блин, все подряд и так далее, тоже не хочется. Когда будут идеи, я буду снимать. Либо вы пишите свои идеи в комментариях, повторюсь. Также, думаю, скоро конкурс сделать, потому что немного денег подкопил. Но еще подкоплю, сейчас гляну, сколько у меня в банке. С пацанами собрались на ВЧ, потому что они что-то очень хотят на ВЧ. Не знаю почему, но что-то им приспичило. Так, у меня в банке 2 миллиона 600 тысяч, я подкопил. А, нет, у меня ВАРН еще не слетел, прикиньте, ни хера себе. А, все, слетел. Кстати, откуда у меня ВАРН, вы спросите. Короче, в тот день, когда я уволился с ОПГ, ну, то есть, пошел в отпуск, еще не знал, что лидер ушел, пассажир. Короче, я устроился в ТРК. В ТРК РИД, по-моему, да. И на следующий день я зашел в игру, и мне дали ВАРН за ДМ. Хотя, в часов где-то 6 вечера я, короче, уволился с ОПГ и устроился. И мне дали, типа, ВАРН за состоящих в ОПГ ДМ. Я вообще охренел, серьезно. Просто, ну, охренел. Но, слава богу, он слетел. Че там за дичь просто? Че, че? Понятно. Просто понятно. На ВЧ-1 с истребителя стреляют. Накажите. Айди не видел. Че-то не обарный. Айди не видел. Да. Да, вот чего мне не хватало, пацаны. На родине такого не будет. На Мазинге бывает все, что угодно. Да, тут скучно не бывает, конечно. Кстати, я слышал, что сделали, типа, что будут наказывать за ДМ на, по-моему, на час. На 60 минут или на 80. Я точно не помню. И после 12 можно ездить теперь на красный до 8 утра. Сейчас у меня показывают, видите, 23.14. Да, уже вот тайм пропишу. 23.14, видите, ну, именно вот здесь. Это мое время, настоящее какое сейчас, где я живу. А это уже время серое, то есть московское. У меня время на час меньше, чем московское. Мы просто перевозят, ну, на зиму, короче, в Украине перевозят часы назад. А летом вперед. Вот как-то так. Лето у меня было московское время, теперь у меня не московское время. Ну, вы поняли, я думаю. Блин, некому даже меня вылечить. Селики по Мазингу будут, пацаны. Если не будет селики, я буду стримить. Если не будет у меня идей, понимаете, я буду просто стримить. А, у меня же есть этот, как его? Х, Л. О, вот это заебись, пацаны. Не зря я их купил. Так, давайте уйдем отсюда. Погнали. А, это тот чувак за мной приехал. Ни хера себе. Блин, только надеюсь, он меня не посадит в тюрьму. Так, съебываем назад. Я манал. Не-не-не, братанчик. Я не пойду в тюрьму. Я не хочу час сидеть. Ну, реально бесят такие люди просто, блин. Я думал подписчики, я просто ники забыл. Киря, еще на ВЧ будешь ехать? Я пока что в Больке. Может и потом поеду. Не знаю. Может поеду, может нет. Но снимать ВЧ, блин. Это зашквар, я думаю, уже. Да, мне нравится ходить на ВЧ и так далее. Но, блин, вы это особо не смотрите. Я хочу снимать именно то, что вы именно будете смотреть, будете ставить лайки, там, вам это будет нравиться. Я не знаю, что. Казик, да, вам нравится и так далее. Но я не могу его снимать. Если бы мне давали деньги, чтобы я ходил в Казик на них, тогда да. Ну, блин, это будет очень глупо. И я не хочу такого делать, конечно же. Поэтому я не знаю, что еще можно поснимать. Будет дальнобойщик, блядь. ХЗ тоже. Хотя можно было бы, ну, блин. Не знаю. Про моды поснимать тоже я снимал. Вам нравится, конечно, но, блин. Я ХЗ. Приходится постоянно переустанавливать, потому что я играю не только на Майзинге, а на других серверах. У меня, блин, более, там, пяти модпаков и моды сверху. И это пиздец. Приходится КРМП переустанавливать. Я уже, блядь, за месяц переустанавливал КРМП, наверное, раз в 15. Отвечаю. Каждый день переустанавливаю. Бывает такое даже. Ну, вот, нон-рп-коп. ММ. Жалоба. Седьмой. Нон-рп. Нон-рп-коп. Помогите. Не знаю, админ еще в сети есть вообще даже. Есть. Нет, чувак, я не пойду. Даже не думай. А, я куда-то побежал. А, он, типа, повел за собой. Ну, чувак, со мной такое не проканает. Короче, давайте подытожим. Варния получили просто так. Кстати, носили ли, блядь, три ОПГ? И, ну, короче, в этих всех ОПГ нету лидера. Прикиньте. У всех ОПГ нету лидера вообще. Тогда сняли Юшку, или он ушел, я не помню. И Солнце ушел, или тоже сняли. И прекратил... Так, нахер ты меня тогда повел? Чувак, я не буду за тобой уйти. Иди гуляй. Короче, сейчас нету ОПГ ни в каком лидера. Я реально в шоке. И две недели никого не брали. Я не понимаю, блин. Как бы семь серверов. Топовый сервак, можно сказать. И, блин, не могут набрать лидеров. Неужели никто не пишет заявки? Или, блин, что все именно не подходят под это... Ну, на лидерку? Я не понимаю. Ну, серьезно, блин. Три ОПГ тупо пустуют. Такой бред просто. Серьезно. Из-за того, что они пустовали, когда я в Орехах еще был, когда лидер не ушел. У нас не было каптов. Две недели. Из-за того, что ни в Солнце, ни в Юшке не было лидера. Реально, это пиздец. Ну, серьезно. Уже скоро месяц, блядь, пройдет. А они до сих пор лидеров не могут набрать. Киря, ты где? Болька Арзамас. Ну, блин, как бы можно было сделать этот звон. Потому что я уверен, что там заявки есть. Я, конечно, не буду захотеть проверять. Но, блин. По-любому есть заявки. Или пусть пишут на сервак. Типа, идет там, как его? Отбор на лидеров, там, ОПГ. Ну, серьезно, блин. Как бы мне очень нравилось ОПГ. Такая жалко, что лидер ушел по СЖ. Но, блин, я не знаю, куда идти на самом деле. Меня приглашали в русскую мафию. Но там, по-моему, лидер оставил свой срок. Но меня не помню. Либо лидер приглашал, либо нет. Еще в ДПС приглашали. Но я не знаю, куда идти. Можете тоже написать в комментариях, в какую мне фракцию пойти. Ну, чтобы вам было интересно. Мне то похуй, серьезно. Я могу в любую фракцию пойти. Ну, только куда можно ферранга попасть, понимаете? Ну, ФСБ меня точно не возьмут, короче. Ну, куда-то бы пошел. В ОПГ заново идти, блин. Ну, я думаю, будет тупо. На самом деле. Я, по-моему, во всех фракциях был, кроме ВЧ. Можно на ВЧ пойти, серьезно. Можно пойти на ВЧ. Нет, спасибо. Нон-РП. Нон-РП. В БОЛЬКЕ арестовывать нельзя. Я снимаю. Как бы, чувак, ты ван хочешь? Давайте его немного припугнем. Мне это похуй. Как бы, меня это не волнует, в принципе. Давайте так напишем. Что там у меня есть объява там? О. Ну, какой-то чувак, короче, даун. А если я с игры выйду, то, по-моему, меня посадят. Ну, короче, была такая разговорная ламповая серийка. В принципе, я рассказал, что и почему, потому что, блин, я понимаю, что вы любите амазинг, как бы. Но, серьезно, идей не было. А Родина, это для меня что-то новое, понимаете. Каждый день играть на амазинге, ну, блин. Ну, скажите, серьезно, ну, блять. Я вам серьезно люблю. Мне надоедает. Не знаю, как вам, но каждый день, понимаете, то же самое. Катаюсь я на машине, сходил на ВЧ. Че там, сходил с пермобанк и так далее. Ну, блин, ну, никакого разнообразия. Добавили систему багажников, типа обнова. И то она баганая в пизду просто. Зачем ее было, блять, я не понимаю. Ну, серьезно, добавили хоть какую-то обнову. Знаете, что, блин, что-то новое было на сервере. Чем можно было заняться или, блин, что-то полезное добавили бы. А так, блин, каждый день то же самое просто. Я не говорю, что сервер дерьмо. Ну, просто мне чуть-чуть поднадело. Сирики будут 100% выходить. Я не собираюсь забрасывать амазинг, как бы. И, блин, я пока что буду на родине больше снимать, чем на амазинге. Пока есть идеи. Понимаете? Ну, думаю, вы меня поймете. Конечно, думаю, будет после этого видоса бомбежка в комментариях. Просто мангую. Ну, я сказал им, как есть. Я не буду вам врать, в принципе, там, что-то придумывать. Я сказал, как есть. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки еще есть в описании. Заходите обязательно на сервер Амазин Хорли Плей. Первый сервер. Можете вводить мой ник при регистрации, если хотите. И всем пока-пока. Ждите новых серий. Пишите комментарии. Ну, и ждите конкурс. На днях сделаю конкурс. На какую сумму узнаете. И подробности тоже узнаете. Либо в следующем видео, либо когда уже официальный выйдет видосик про конкурс. Все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok